Ну что, погнали! Ганкевичу будет непросто, а это трехочков от Лёдберга. Класс. Не было времени на подготовленный бросок, но подбор за армейцами в атаке. Шенгеля в проходе левая и забивает. Хотелось, очень хотелось начать сезон Евролиги с победы, но, к сожалению, для армейского клуба не получилось этого сделать. Ухов, легкие два очка, как нам показалось, но все сделал правильно, обыграл своего, не было подстраховки. При этом заметь, что Кулакин-то сейчас особо и не разыгрывает. Стрябков. Когда удивлял, как Стрябков забивает вот такие мячи. Лунберг, что он творит в защите? Бам! Классный бросок сверху для зрителей, для нас. Сейчас действительно можно сказать, что вся игра строится через Ифе. Иван Стрябков, подождаемся еще раз. У Нижнего не все так легко в атаке. Фреймани, это его точка, но бросок был очень непростой, с отклонением. Тем не менее, подбор за нижним, и вот они, два очка от Александра Конькевич. Чтобы не дать Шенгелии пройти под кольцо, это нужно очень... Ифе, третий перехват, и второй дон! Красота! Иван Ухов на сегодняшний первый пол. Остапкович, Ухова, первый пол. Казалось, что в такой пятерке Остапкович и Кулагин, это главные игроки на чужой половине. Они должны... Отбились армейцы, ну и, конечно, здесь чуточка везения. Так взбодрилась игра. Ифе Лунберг в проходе. Классные два очка набирает. Мяч останется у нижнего. Классный перевод под ногой, очень быстрый. Ой, замедлено сейчас посмотрим. Классно, обманул, элегантно. Двойная замена у ЦСКА. Уилл Клаберн и Дани Хеккер появляются на паркете. Вот так потихонечку стартовая пятерка ЦСКА изменяется. Иван Стрипков от забора. Моя ставка на Алексея Шлета. Но при этом бросать есть кому. И все четыре баскетболиста, которые сейчас боролись за получение, этим броском обладают. Швет. Интересное решение. Оно оказывается правильным. За счет вот этого показателя, который сейчас на ваших экранах. Пять перехватов. А это был бы шестой. Я думаю, что не запишут, но... Яванович. Вот он будет пользоваться. В росте огромный баскетболист, который комфортно себя чувствует. Причем очень подвижный, что важно для современного баскетбола. Немножко подпортил статистику. Армейцы стараются убежать. Быстро отрыв Шенгелия на Клайберна. Тот в углу. Мяч корзине. Плюс 10 у ЦСКА. Пятая секунда владения была. Да, быстрое принятие решения. Михаил Кулагин отвечает. Трехочковый. И тоже на пятой секунде владения. Долго не расставался с мячом. Клайберн у него всего три секунды. И Уилл. Два плюс один. Изящно. Армейцы играют очень плотно на периметре. Вот сейчас Кулагину удалось найти пространство для броска и моментально воспользоваться. Снова с мячом Кулагин играет через пик-н-ролл с Йовановичем. Какой тяжелый бросок. Это Н1. Возможность набрать четыре очка в одной атаке. Михаил Кулагин. Хорошая передача на Ганькевича. Он не бросает. Отдает дальше. И Джонс бросать не стал. Потрясающая скидка на Ганькевича. Ну и Лазарик, конечно, сейчас просто в режиме Криса Пола действует. В принципе, не пытается это проваливаться вниз. У него есть бросок с дистанции. Он это понимает прекрасно. Хотя он сейчас забрал подбор нападений и добрал очки второго шанса. Три секунды на атаку. Пора бросать Остапкович. А это будет очень просто и очень сверху. От Уилла Клайберн. Непросто. Очень непросто приходится армейцам. И несмотря на то, что уже практически все игроки, которые были в заявке у Димитриса и Тудиса, поучаствовали в этом матче. В том же время забивают. Ганькевич. Издали. Мяч остается у Нижнего. Стребков туда. Кстати, что-то подобное мы как раз и видели. В том матче, когда Остапкович Фреймани с тем временем заряжает бомбу. ЦСКА, я бы сказал, оптимальная. Пятерка на паркете Швед, Лунберг, Курбанов. То есть игроки-то, которые в принципе большинство матчей... А какая пятерка не оптимальная у ЦСКА? Возможно, для армейцев сравнять счет или, возможно, даже выйти вперед. Швед пошел в проход и забивает с нарушением правил. Ну и Фолькман смакнул мяч по правилам с дужки. Это, конечно, тоже дорогого стоит. Мяч бы провалился, наверное, туда. Швед в проходе. И накрывают Алексея. Александр Ганькевич ставит бокс-шот. Шенгелия абсолютно один на дуге. Как же так? Оборона Нижнего. Остапкович остался против Фокмана. Ну что, будет бросать Сан? Да, и Антон попадает! В первой половине будет у Нижнего Джонс. Интересная скидка, которую не прочитал Юванович, но прочитал оборону ЦСКА. Вау! Уилл Клаберн Базар закрывает первую половину. Частенько, ну не частенько, но бывает такое, что игроки... Стрясающее движение мяча у Нижнего. И трехочковый, который должен был состояться, это Антон Остапкович. Заметил 6 очков сегодня на счету Антона. Ломберг сам подбирает после своего промаха. И сверху! Вот это данк! Это можно назвать даже постером. Ну, такого точно никто не ждал, что Ифи не только подберет мяч, но и сам же будет завершать, да еще сделает это вот таким эффектным скосом. Лазарик Джонс. Сказал возможность совершить трехочковый бросок, но в итоге вот довел до такого непростого среднего. И ЦСКА отвечает двумя быстрыми очками на шестой секунде владения. Лайпер тоже самое может, поэтому очень непросто с ними играть. Кулагин что делает? Финтит и подвешивает мяч, но... Давай будем считать, что это был Алиу. Помешал забить трехочковый, тем не менее подбор за армейцами промахивается Лунберг. Еще одна попытка для шведа. Открытый трехочковый, конечно, такие уже он мазать не будет. Канкевич играет пик-н-ролл с Джонсом. Тот находит в углу Фреймониса. Фантастика. Снова в нападении подбирает ЦСКА. На этот раз баламбой после промаха Шенгелия. Еще один шанс для ЦСКА. И Филумберг попадает. Абсолютно другая роль. И к ней нужно приспособиться не только ему, но и валерьщикам тоже. А вот это было что-то из химкинского шведа. Еще одна попытка от Алексея. И теперь уже мяч в корзине. Обогнал даже Шенгелию, который казался очень активным. А Шенгелия тут же забивает путбэк. Наверное, можно так это назвать, да? Да, серия ошибок, серия промахов. Улунберг на Фокмана. Но сейчас почему-то не стал бросать Йоханнес. Обратная передача на Ифи. И Ифи сегодня действует на чужой половине просто великолепно. Человек создает моменты для других. Лагин получил, бросил, попал. И Фуумберг отправился отдыхать. И сейчас сражается без него. Шенгелия колотит сверху с одной руки. Ничего с ним не поделаешь. Иванович проиграл. И Аухов перехватывает мяч сверху. Нет. Нет. Но красиво. И главное, также двух очков. Какую-то комбинацию прокрутить. Шенгелия снова устремляется в краску. И там его накрывает Николай Иванович. Да, на самом деле не только Иванович стоит отметить, но и Краднитишвили. Но все-таки ЦСКА своего добился. Дальний выстрел. Остапкович не стал бросать сразу после получения. И сделал прекрасную скидку на своего давнего друга и партнера Александра Ганкевича. Мог бы бросать Остапкович, наверное, и сам. Никто бы ему слова не сказал. Но он еще лучше нашел вариант. А здесь Дани Хеккет забивает с фолом. Клайберн издали. Не точно Антонов на подборе. Миме снова Антонов. И теперь попадает. Хеккет. Блестящая скидка на Ухова. Иван промахивается, но всегда есть подбор нападений. Его, да, в кавычках заслуга. Это ведь заслуга команды, которая нападает. А я ЦСКА вынудил. ЦСКА прибавил в агрессивности. Кулагин трехой отвечает. Часть в роли такого номинального разыгрывающего. Три секунды на атаку. Очень своевременный пас. Смотри, не могут отобрать Клайберн на мяч даже вдвоем. А вот здесь на дуге абсолютно один Александр Хоменко. Промахивается, но снова очки второго шанса. Кулагин может создавать себе сам момент для броска. Но вот сейчас пытается заиграть партнеров. И в итоге все заканчивается. Очередной потерей Нижнего Новгорода. Саймон хотел сверху, но главное забить. Тем же Максимом Личутиным между Антоном Карданихишвили. Но армиицы явно нашли свою игру в атаке. Андрей напоминает чем-то Юханеса Фокмана. В такой схожей манере действует. Сейчас Карданихишвили постеснялся бросать. Зато он записал в свою коллекцию первую передачу. Кажется, что у Нижнего уже не хватает сил, чтобы бежать. Быстрый отрыв. При этом все ведущие и игроки все равно на паркете. Си Джонс набирает непростые два очка. 9 отбегал Кулагин и 25 у Фреймонис. Он по-прежнему на площадке. При том, что в прошлом-то сезоне Роландс играл частенько. По 30-35 минут в составе Зеленогуры. Но тем не менее процент все равно остается достойным. 80% реализации для центрового солидно. Иван Ухов не теряется, не тушуется. Свои очки набирает. Конечно, каждый матч армейцев в этом сезоне получается результативным. В первую очередь в атаке. Конечно, 92 очка набрали против Цмоки. 105 против Зеленогуры. И сегодня уже также 92 очка. 5 секунд остается. Хоменко слишком долго возится с мячом. И в итоге бросает вот такой средний. Не забивает его. Но это не важно. Потому что ЦСКА одерживает очень уверенную победу. 92-72. Твои. 10-53. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...